Миграция в Белгородской области не компенсирует естественную убыль населения. По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года число жителей у нас сократилось, при том, что из других регионов и стран переехало почти 30 тысяч человек. Не самую радостную статистику изучала в новостях экономики Елизавета Верещагина. Лиза, здравствуй. Привет, Леша. Но мы-то привыкли, что численность населения у нас в регионе постепенно растет. А почему сейчас падение? Скажи, в чем причина? Ну, во-первых, расти она перестала немного раньше. С 2017 года Росстат фиксирует пусть совсем незначительное, но сокращение. А в целом картина была довольно стабильной. Источником позитива оставалась миграция, которая чаще всего компенсировала естественную убыль населения. То есть в область приезжало намного больше людей, чем уезжало. И этой положительной разницы хватало, чтобы перекрыть отрицательную – между смертностью и рождаемостью. В прошлом же году приезжие лишь 40% заместили сокращение населения. Данные по итогам 11 месяцев опубликовал Белгородстат. Для сравнения, в аналогичный период 2019 года показатель замещения составлял 111%. Лиза, скажи, а это произошло из-за того, что люди стали к нам реже приезжать или чаще уезжать? Стали реже и приезжать, и уезжать. То есть в целом процесс миграции замедлился. В условиях закрытых границ и прочих ограничений это вполне объяснимо. Но если уехавших стало меньше всего на тысячу человек, то приехавших – почти на пять тысяч. Таким образом, общий миграционный прирост в регионе за год сократился почти вдвое и составил к концу ноября немногим более 4 тысяч человек. Интересно, что областной центр не попал в число муниципалитетов с положительной миграцией. Зато в лидерах – Белгородский район. То есть люди чаще едут жить в частный пригород, чем в городские квартиры. Для области тенденция не новая. А теперь аналогичный тренд наметился и в стране. В пандемию люди больше ценят возможность гулять на свежем воздухе и меньше контактировать с окружающими. К тому же в условиях распространения удаленки близость дома к рабочему месту становится все менее весомым преимуществом.